Всем привет! Смотрите, как восстановить данные с дискового массива RAID-хранилища Micronet Platinum. Как восстановить файлы при случайном удалении и после выхода из строя RAID-хранилища. Platinum RAID – это универсальное недорогое решение для хранения данных, позволяющее использовать его в нескольких различных конфигурациях. В качестве локального запоминающего устройства, для выделенной рабочей станции, подключенному к вашему серверу, и в качестве станции резервного копирования. Подобные хранилища популярны, так как это недорогое и надежное решение для хранения данных, а технология RAID позволяет превратить несколько накопителей в один и организовать хранилища с повышенной отказоустойчивостью. Также данное RAID-хранилище дает возможность пользователям добавлять накопители для расширения дискового пространства, или заменить вышедший из строя диск без потери данных. Но все же, как и все устройства хранения, может выйти из строя, после чего вы потеряете доступ к данным, которые остались на дисках. Технология RAID распределяет информацию частями по всем дискам массива, и в случае выхода из строя устройства вы не сможете достать из диска файлы безстороннего программного обеспечения. В таком случае вам понадобится программа для восстановления данных с RAID, которая поможет его заново собрать и вернуть из него файлы. Далее в видео я покажу, как вернуть файлы в результате случайного удаления или выхода из строя RAID-хранилища от Micronet. Для общего понимания процесса построения дискового массива давайте рассмотрим, как создать RAID 5 уровня на данном типе устройства. Для того, чтобы создать RAID-массив на данном устройстве хранения, нужно попасть в панель управления хранилища. Для этого запустите любой браузер и перейдите по адресу регистрации устройства. Введите IP-адрес устройства в адресную строку. Для входа нужно ввести логин и пароль администратора. По умолчанию это админ и пароль оставляем пустым. После входа вы попадете в панель управления хранилища. Далее перейдите в раздел RAID Set Functions, Create RAID, в окне справа отметьте диски, из которых нужно создать RAID, задать ему имя, установите отметку подтверждения операции и нажмите Submit. RAID создан, теперь нужно создать том. Перейдите в раздел Volume Set, Create Volume Set, выберите RAID, Submit, задайте параметры дискового массива, укажите имя, тип RAID и другие параметры. Установите отметку подтверждения и нажмите кнопку Submit. Томб создан. Теперь осталось дождаться завершения инициализации. После чего RAID будет готов к использованию. Останется только разметить массив в управлении дисками. Он здесь отображается, как отдельный физический накопитель. Если вы случайно удалили данные с RAID массива Micronet, подключенного к ПК, диск которого отображается в диспетчере дисков, вернуть их вам поможет программа для восстановления. Hetman Partition Recovery. При простом удалении с массива вам не нужно доставать диски с хранилища и напрямую подключать к материнской плате ПК. При таком удалении достаточно запустить программу и просканировать диск, из которого были удалены важные данные. Для начала поиска удаленных файлов кликните по диску правой кнопкой мыши и выберите «Открыть». Затем укажите тип анализа, быстрое сканирование или полный анализ. Для начала рекомендуется выполнить быстрое сканирование. Это займет меньше времени и поможет в большинстве несложных ситуаций восстановления. Далее откройте папку, где хранились файлы, которые были удалены. Как видите, в моем случае программе без труда удалось найти удаленные файлы с RAID массива. На них вы увидите отметку в виде красного крестика. Содержимое всех файлов вы можете посмотреть в окне предварительного просмотра. Отметьте все, что нужно вернуть и кликните по кнопке «Восстановить». Далее укажите место, куда сохранить данные, диск, папку и нажмите «Восстановить». По завершении процесса все файлы будут лежать в ранее указанном каталоге. Но что же делать, если ваше устройство хранения вышло из строя? RAID-хранилище может выйти из строя по нескольким причинам. Сбой питания или внезапный скачок напряжения, перегрев и неправильное отключение, вирусная атака или вредоносное программное обеспечение, неправильная настройка или ошибка пользователя, ошибки операционной системы, сбой аппаратного контроллера, системный сбой, сбой диска и т.д. Поврежденный или разрушенный RAID не получится восстановить без форматирования жестких дисков. Для того, чтобы он снова заработал, RAID нужно перенастроить, что влечет за собой потерю всех данных, хранящихся на нем. В том случае, если вы потеряли доступ к данным RAID, в случае выхода из строя устройства, неправильной настройки или перестроения RAID, скачайте программу для восстановления данных с RAID – Hetman RAID Recovery. Перед началом процесса восстановления выключите RAID-хранилище и извлеките из него все жесткие диски. Обратите внимание на последовательность, в которой они установлены. Чтобы не перепутать в дальнейшем, их рекомендуется пронумеровать. Затем подключите все диски ПК с операционной системой Windows через USB или SATA. Если на вашей материнской плате недостаточно портов или разъемов питания, воспользуйтесь переходниками и расширителями, наподобие тех, которые вы сейчас видите на экране. И главное, не забудьте подключить все диски одновременно. Исключение может быть в том случае, если вы используете RAID, который может работать при исключении одного или нескольких дисков. Hetman RAID Recovery поддерживает все популярные файловые системы и типы RAID. В автоматическом режиме просканируют диски и соберет из них разрушенный RAID. Вся информация о RAID отображается внизу экрана. Здесь вы сможете проверить, правильно ли программа определила ваш массив. Для поиска файлов кликните по диску правой кнопкой мыши «Открыть». Выберите тип анализа. Как и в предыдущем случае, для начала рекомендуется выполнить быстрое сканирование. Откройте папку, где хранилась информация, которую нужно вернуть. Отметьте все нужные файлы и нажмите «Восстановить». Выберите место, куда их сохранить и кликните по кнопке «Восстановить». По завершению все файлы будут лежать в указанном каталоге. Если программе не удалось найти нужных файлов, запустите полный анализ. Для этого вернитесь в главное меню, кликните по диску правой кнопкой мыши и выберите «Проанализировать заново». Полный анализ. Укажите тип файловой системы. Отметку поиска по сигнатурам можно снять. Это ускорит процесс поиска. И помните, если вы столкнулись с ошибкой и потеряли доступ к файлам, не пытайтесь создавать его заново или перенастраивать массив. Все дальнейшие действия с RAID, что будут произведены, могут значительно уменьшить возможность восстановления ваших данных. То, что может показаться интуитивно понятным, может полностью разрушить его и затереть оставшуюся информацию. В результате чего восстановление будет невозможным. Вам нужно как можно скорее достать диски из массива и выполнить восстановление. В таком случае вы сможете вернуть критически важные данные. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok